Уходи, дверь закрой, мне не нужен больше твой номер в книжке записной. Бывало у вас такое, что вы спокойно себе парите вашу любимую жидкость, и спустя буквально один месяц или даже полгода вы перестаете чувствовать ее вкус? Не спешите бежать в поликлинику для того, чтобы сдать тест на ковид. Для начала просто откусите яблоко или любой другой продукт, и вы поймете, что все вкусы ощущаются прекрасны, а безвкусная лишь жидкость, которую вы парите. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я попробую побыть в роли Шерлока Холмса и разгадать загадку пропавшего вкуса. Овсянка, сэр. Спасибо. Это очень популярное явление среди парильщиков. Оно было, есть и будет. После некоторого времени парения просто пропадает вкус жидкости. Какой микс бы вы не парили, всегда происходит одно и то же. Не чувствуется ни один ароматизатор, а наоборот появляется какой-то непонятный привкус металла, какой-то химии или вообще что-то ужасное и непонятное. В общем, парение превращается не в что-то прекрасное и богоподобное, а в сплошную проблему. Вы начинаете искать вполне логичные выходы из этой ситуации. Меняете жидкость, меняете койл, спирали, хлопок, испаритель. Пробуйте даже другие девайсы, но вкуса нет. Нет, вы даже прибегаете к крайним мерам и обращаетесь к помощи ваших товарищей. Вы даете им свое устройство, они чувствуют вкус прекрасно, а у вас как его не было, так и нет. Не стоит волноваться и паниковать. Я сталкивался с этой проблемой несколько раз. И, конечно же, не стоит бояться вейпинга, ведь ваш организм невероятно умный. Благодаря нему, как-никак, мы не видим наш нос и не чувствуем его запаха. А в стрессовой ситуации мы даже можем не почувствовать боли от перелома. Ну что ж, приступим. Во-первых, попробуйте кардинально изменить вкус, который вы парите. То есть, парили фруктовую жидкость, перейдите на табачку. Парили какую-нибудь сладкую выпечку, перейдите на яркие вкусы, к примеру, ягод или тех же фруктов. Благодаря этому методу ваши вкусовые рецепторы слегка перезагрузятся. Еще одним вкусом является ментол. Очень мощный ароматизатор, который 100% встряхнет ваши вкусовые рецепторы. Ко второму совету очень часто прибегают различные сомелье и дегустаторы. А речь пойдет про кофе. Его аромат позволит очистить рецепторы. Попробуйте понюхать зерна или молотый кофе некоторое время, после чего попарьте. Если ваш вкус вернулся, я вас поздравляю. Если все вышесказанные советы вам не помогли, то приступаем к самому действенному методу. И так вы просто заправляете в свой девайс жидкость без ароматизаторов, можно с никотином, и парите ее буквально 2-3 дня. Из-за того, что вы будете употреблять чистую основу, ваши вкусовые рецепторы успокоятся и придут в норму. И в конце ролика можно смело сказать, что потеря вкуса связана исключительно с внутренними процессами организма. И ни в коем случае нельзя бояться подобных оказий. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.